Здравствуйте, Михаил, мы в эфире. Доброе утро, Светлана. Да, у вас вечер, у нас утро, я очень рада вас видеть. Я вижу, у вас солнышко светит, поэтому я говорю, доброе утро. У нас не просто солнышко светит, у нас вообще лето уже, весна пришла, все цветет. Вот мы на Валентане ездили на дачу, и цветет мимоза, вообще изумительно совершенно. И такая жара, что уже становится в доме душно, то есть нужно уже все открытые окна, Настюш, уже мы не топим, так что у нас уже лето совсем. Мы говорим, что еще будут дожди, но холода уже не будет, наверное. Осталась в телефоне еще строчка Сан-Франциско, когда я был, у вас погода, я каждое утро встаю и смотрю, так, у нас минус 3, у вас... У нас 20 градусов сейчас, 20-22, замечательно, погода, вообще солнце светит, небо ясное, вот дожди обещали, но пока еще и не было. Ну что, сюрприз, как-нибудь еще раз, хорошо? Да, так вот, значит, мы с вами давно не виделись, и наши зрители спрашивают, а куда у нас Михаил Бородянский делся вообще, вот. И, ну, я не знаю, вы можете, если хотите, поделиться вот своими планами, потому что я понимаю, что мы тоже отнимаем ваше время, в авторже поздно, и, в общем, спать пора, наверное, вот сколько там у вас сейчас есть. Я просто много вел тренингов в последнее время, немножечко устал от количества, у меня были две группы в Таллине, две группы в Санкт-Петербурге, открытые, корпоративные, вот сейчас готовлюсь к группе в Москве, просто много-много тренингов в последнее время, так вот, случилось все, наложилось вместе в интенсивное время. Да, ну, мы, конечно, не хотим вас сильно грузить в свои проекты. Я, наоборот, хочу больше с вами быть, и я хочу вклад поставить, что раз в неделю мы какое-нибудь видео записываем. Ну, это очень здорово было бы, да, потому что это очень здорово, и, знаете, мы с Мишей тут были в Перископе, там, на самом деле, очень динамичный такой режим, вообще, когда цепятся вопросы со стороны, не знаешь куда, иногда попадаются очень интересные вопросы, но, опять, не всегда. Вот, ну, хорошо, сегодня у нас вопрос такой, наверное, необычный. Мы снова возвращаемся, то есть мы отходим от управления событиями. Почему отходим? Потому что мы, там, я отвечала на вопросы, полученные от Перископа, и мы затронули вот эти вот, наша система векторов, она получила неожиданный отклик, люди стали бешено брать тесты, я не знаю, видите ли вы трафик там какой-то на этих тестах или нет, но люди стали брать тесты, конечно, они сначала ничего не понимают, как это интерпретировать, но всех это все интересует, им хочется, чтобы он пришел добрый дядя и рассказал вообще, как и что, и что с этим делать, и вообще, насколько они могут состояться, если они едва не идут. И тут возникает интересный аспект, иммиграция и вектора. Вообще, иммиграция, это, конечно, очень большой стресс, причем стресс не такой кратковременный, на работе нужно проект сдать и расслабиться, да, или поехать в отпуск, это долгоиграющий стресс, и поэтому, конечно, человек должен быть к этому морально готов, физически готов, и, наверное, у одних людей есть больше предпосылок преодолеть это легче, да, а у других меньше. Вот так вот с Махрапу, вот что бы вы могли сказать на эту тему, потому что людей это очень интересует, я думаю, что это будет интересно. Ну, тема, правда, очень интересная, такая большая, глубокая, объемная, тут можно много-много чего говорить. Так вот, на вскидку, я думаю, что, да, есть те, у кого этот процесс происходит легче, есть те, у кого это происходит труднее, но я бы не сказал, что люди делятся по векторам на тех, кто может эмигрировать и обустроиться нормально, а тех, кто не может. Ну, легче, сложнее. Тут вопрос в другом. Если человек понимает свои векторы и знает, как с ними быть, то он, конечно, гораздо более адаптивен в любой ситуации. И тот, кто, в принципе, не очень по жизни и поворотливый, не очень быстрый, не очень даже готов адаптироваться в какой-то изменчивой ситуации, если человек хорошо вот эту свою основу чувствует, свои все же сильные стороны все равно, которые есть у него, то для него это может стать вполне успешным мероприятием, и это может быть. Но при этом контакте с собой очень четко понимая, вот у меня есть такие-то векторы, в них есть эти преимущества, и я знаю, как это использовать конкретно в этих ситуациях. Ну да, это типа как предупрежденность вооружен. То есть, действительно, если мы знаем свои слабые стороны и готовы заранее постелить соломку именно там, где не очень, то это хорошо. Да, еще же обычные люди переезжают, но не в одиночку, но чаще всего все-таки о семьями. А семья же очень интересная структура, в которой есть у одного партнера одни векторы, у другого другие векторы. Часто бывает так, да, еще дети что-то добавляют свое. И вот здесь на соединение этих вот сильных сторон, если есть понимание, что, да, вот, например, муж, он более быстрый, такой энергичный, но он хорош на старте, но, красный вектор, да, и он быстро перегорает. И он вот такой, я хочу, давай, давай, все быстро, а жена у нее такая медленная, она говорит, да нет, вот как-то я не готова и прочее. И он думает, надо же, вот у меня жена как груст такой, я быстрый, шустрый, а она вот тут сидит и назад не стянет. А на самом деле он же перегорающий красный, и он, да, на этом пике куда-то вскочил, билеты купил, переехал, да, там, гараж, и наступает момент, когда у него энергия истощается, и тогда подключается жена, которая, например, с коричневым вектором. Рабочая лошадка. Да, комбинация рабочая лошадка и стабильная, и она в этот момент выходит на первый план, и она эту ситуацию поддержит, и на себе как бы несет, и без нее он бы там, ну, пропал, да, полно же людей, которые переехали и сгорели, и все, ничего не осталось, он там ходит, ищет себя, ничего найти не может. Поэтому вот эта вот интересная комбинация, когда мы понимаем, да, вот у нас есть такой потенциал в нашей семье, и на данном этапе одно включается, на другом этапе другое, мы знаем, в какой ситуации что можно потянуть, что будет выигрышным, и это очень хорошо, когда есть понимание таких вещей. Да, и даже такой стратегический вопрос, вот, например, люди приезжают, кто первый на себя берет ответственность в финансовом обеспечении, да, тот, кто более быстрый, и это может быть и жена, и муж, это надо тоже понимать, потому что мужчины как бы говорят, о, я главный, да, я должен теперь, а на самом деле не всегда так, а у него могут быть какие-то проблемы, и жена должна понимать тоже, что ей придется взять на себя что-то. Потом, мне кажется, такой момент важный, ведь у нас в стрессовой ситуации проявляются те векторы, которые у нас самые, ну, плохо принятые, то есть, которые у нас наименьший контакт есть. Они потенциально могут быть большие достаточно, а по принятию, по реализации они у нас самые маленькие. Вот в стрессе у нас именно оно и проявляется. И бывает человек, он себя знает с одной какой-то стороны, а у него есть вектор яркий, но подавленный, почти не проявляющийся. Он оказался в стрессовой ситуации, нехватка времени, нехватка ресурсов, все новое, и вдруг он чувствует, что он какой-то другой становится, у него другие вещи проявляются. И жена смотрит на мужа, вроде я мужа столько лет знаю, а он становится другим. И если нет понимания того, что происходит и с чем это связано, то это могут быть и проблемы, и конфликты, и подозрения. Я веду такие несколько пар интересных, которые после переезда в другую страну у них начали сыпаться отношения, а просто вот, да, ситуация вызвала другое. Мы очень много знаем таких примеров. Так если женщина понимает, ага, вот оно включилось. Я это знала, я знала, что это может быть, раз это место такое непроработанное, непринятое, и теперь вот муж, это не потому, что он меня разлюбил, или не потому, что он, значит, вот, да, сдох, была у него энергия, и все кончилось, и теперь мы будем жить незнамо как. Есть некий период, когда нужно красному, например, накопить какую-то энергию, и чем спокойнее в этом месте его оставить, и сказать, что я уверен, что ты сейчас отдохнешь, и все сделаешь, тем быстрее ситуация провернется. Поэтому знание этих слабых мест, знание понимания непринятых, векторов своих и партнера, оно очень помогает ситуации, когда эти штуки как раз и вырезают на первый план. Это наши принятые векторы работают, когда мы там планируем какие-то задачи, когда мы успешны, а когда вот мы оказались в стрессе, там выступает то, что у нас, скажем так, в тени в обычной ситуации, и это всегда интересно. Я сейчас мысль появилась, извините, что перебиваю вашу, какую-то вашу идею, запомнить, что хотели спросить. Мне это напомнило ситуацию, как спортивный психолог готовит команду к соревнованиям. У меня есть знакомая спортивная психолога, она у меня училась, и клиентка моя. И эмиграция, она немножко похожа на соревнования, ну, как на Олимпиаду, да, спортсменов готовят. Надо взять некую высоту. Нужно много разных качеств в себе собрать вместе, чтобы этого успеха достичь, после этого не помереть от усталости, да, ты взял этот сам кубок в руки и умер, потому что все потратил, у тебя ничего не осталось. Вот. И Олег очень интересным образом готовит наши многие сборные российские, она известный специалист в стране. И вот раньше же не было спортивных психологов. Ну, как-то все были, команды все, да, и кто-то побеждал. И когда я спрашиваю, слушай, зачем нужен спортивный психолог вот команде? Разве так нельзя победить? Она говорит, сейчас уже нельзя, потому что сейчас спортивный психолог это уже какое-то дополнительное, дополнительная собранность, понимание себя, знание моментов трудных и выигрышных. И она говорит, то, что я вношу в команду, все очень ценят и понимают, что это плюс. Так же и здесь в эмиграции, да, то есть в этом процессе должен, ну, не то что сопровождать психолог, хотя, может быть, это и здорово было бы, да, а здесь что-то должно быть обязательно психологическое, потому что это, ну, очень хороший катализатор усилий, которые у человека есть и так, да. И на всех этапах понимание того, что со мной сейчас происходит, да, где моя точка силы, где моменты, в которых я сейчас проваливаюсь, вот у меня это не получается, это не получается. И создание такого психологического, ну, не просто настроя, а понимание себя, понимание процесса, да, какими частями я этим процессом управляю, это психология во многом. Абсолютно. Я вам скажу больше того, что если человек этого не делает, то при первой же трудности он скатывается в эмоции, а эмоции меняют его отношения, и действительно могут быть и конфликты на этой почве, и люди теряют веру в себя и уходят в депрессию. Всякое бывает, кто-то пробегает, а кто-то нет. То есть понимание этого, оно позволяет сохранить какой-то более, менее стабильный эмоциональный уровень и выработать правильное отношение к тому, что происходит, да? И это тоже, да, но не только это, а понимание позволяет конкретные вещи сделать, чтобы, ну, себя как-то приподнять на больший уровень. То есть я за конкретные инструменты всегда, что в управлении событиями, что в векторах. Я всегда считаю, так, ты про себя это понял, ну, что, а дальше-то что? А дальше я знаю, что я могу сделать. Раз, два и три. И тогда мой вектор, который, например, у меня не очень принят, я его могу использовать, и я знаю, как его использовать. А что нужно делать тогда? Что нужно делать? Надо понять вообще, о каких сферах-то речь идет, да, что, на что влияют векторы. Давайте сейчас так можем обзорно пройтись по процессу иммиграции, на что влияют векторы. И стало быть, какие мы можем сферы двигать. Прежде всего, если так вот, от печки, это некие взаимоотношения с родиной, привязанность. Есть люди, которые легко перемещаются по планете, им нормально сказать, что теперь я буду жить в другой стране, и все, да, а есть люди, для которых даже при хорошем желании и понимании, что нужно эмигрировать, нужно куда-то переехать, у них настолько сильная вот эта вот привязка к местности, где они родились, к устоям, обычаям, что для них это становится, ну, часто непреодолимой преградой. И это разное у разных векторов. И понимая это, и понимая, с каким вектором у этого человека данная штука связана, можно понять, что для меня эта преграда абсолютная, или я знаю, что с этим сделать. Потому что, если вот посмотреть в целом на людей, которые решаются на миграцию, а есть у них небольшая группа тех, у кого это будет успешно в любом случае. Ну, вот есть люди, которым, ну, все фартит, все складывается, и они могут знать психологию, не знать психологию, у них все сложится. Есть небольшая группа, у которых ничего не сложится. Вот, ты учи психологию, не учи, ну, вот, вот так, да, не знаю почему, но есть такие, и таких людей немного, но они есть. А наибольшее количество людей, у которых сложится в зависимости от того, ты что-то сделал, ты взял какую-то высоту в своем там движении понимания или не взял. И вот я сейчас про них как раз говорю. Поэтому есть люди, которые, не то, что они будут отключены от этой своей тяги и любви к родине, а они смогут это место проработать, понимая, за что их цепляет. Ну, хорошо, а мы можем сразу сказать, те, которые будут заранее не успевать, потому что это будет первый вопрос. Каждый человек, который нас будет слушать, он первая мысль у него будет, а я попадаю в категорию, которая заранее известна, что ничего не получится или нет? Вот есть какой-то критерий? Мне это заранее неизвестно, это не про векторы. Нет, я не о том говорил, что можно какой-то тест сделать и сказать, что вот, а ты не уедешь никогда. Нет. Но вот, не знаю, судьба такая есть у человека. Я встречал таких людей, они прекрасны в разных областях, но в какую-то сторону их движение невозможно по разным причинам. И бывает иногда, что это такая сильнейшая привязка. Вы знаете что, у нас было несколько случаев, немного, но было несколько случаев, когда люди приезжали сюда, здесь какое-то время находились, чувствуют, что что-то им не так, то не так, это не так, уезжали обратно, но и там было не так. И они приезжали второй раз и опять уезжали. А есть у нас один человек, который три раза ездил, и в итоге он все-таки приехал, выиграл грин-карты и все-таки приехал с третьего раза. Вы понимаете, как людей ломает вообще? То есть эмиграции, я бы с олимпийскими играми даже не сравнивала. Настолько все сложнее и продолжительнее. Наверное, да, но я считаю, что если человек и так ломает, то однозначно есть место, которое он в себе не осознает, не понимает, с которым можно поработать. То есть никому не предначертанно судьбою двигаться к своим целям, к своим мечтам вот настолько сложным путем. Мы можем такое себе в жизни устроить, но сверху не написано нигде, что а вот ты должен страдать, и идя к своим целям. Вот, поэтому первая штука, это конечно привязка к родине, к родной земле. Дальше. Бывает привязанность сильная к семье большой, не к которой муж, жена, дети, а к семье, ну как, вот дядя, тетя, братья, и я не могу от них оторваться. Привязка к своему роду, который в этом месте жил, это немножечко другое, чем привязка к родине. И это с другими слоями связано, это про другие векторы, и с этим тоже есть способы работать, сохраняя эту связь, но делая ее ресурсом. То есть связь остается, она у этого человека и будет всегда сильнее, чем у кого-то другого, кто взял и полетел. Но для него она из каната, которому он привязан, из отягощения превращается в ресурс. И вот это здорово, что это можно сделать и понять. Это тоже для разных векторов по-разному, потому что мы все по-разному берем какие-то вещи, как ресурсы. Следующий момент, наверное, это умение принимать какие-то глобальные решения. Есть люди, которым это легко дается, тот же самый красный вектор и желтый вектор. А есть люди, для которых это всегда тяжело. Это коричневый яркий, это черный, которые думают годами. Такой у меня был когда-то период, я проживал, я все думал, думал, пытаются принять решение, и это у них не происходит. И у кого-то это длится 15 лет, у кого-то 20 лет. Это не значит, что принять решение невозможно. Это значит, что человек пока не нашел себе те опорные точки, на которые он может посмотреть и сказать, да, вот теперь мне все понятно. Значит, у меня есть вот этот, этот, этот потенциал, вот эта, эта слабость, я их сопоставил, коричневый, что очень любит сопоставлять, принимать решение. Я понимаю, мои шансы, они больше, чем. И все. Это можно сделать за день, это можно сделать за неделю. То есть то изменение, которое человек ждал месяцами и годами, у него может произойти просто от создания вот этих вот частей про принятие решений. И вот тоже здесь интересная штука. В паре бывает часто, что один партнер, он быстро принимает решение, а другой очень медленный. Ну, то, о чем я говорил сегодня вначале. И на самом деле, есть очень хорошая из этого комбинация, потому что один хороший быстрым умом, а другой это предчувствует на будущее. И частый конфликт еще в семье красного и фиолетового вектора. Например, муж красный, он хочет рисковать, он к этому готов, а жена фиолетовая, обонятельная, и она, конечно, тормозит, говорит, это опасно там, опасно там, и это повод для конфликта. Но это же потрясающая пара, когда у одного есть склонность к риску, а у другого интуиция. И если они будут это понимать друг в друге, и не будут ждать друг от друга того, что есть у меня, так это супер комбинация, это ресурс огромнейший. Не, ну всегда в семье, конечно, идет компенсация. То есть один быстрый, другой медленный, один более интуитивный, другой менее. Иначе, собственно, они так и выживают, эти семьи. Я бы сказал, да, всегда в семье есть шанс для этой компенсации. Они всегда идут. Смотришь, семьи такие, да, они такие разные, вот мы расходим. Да, ты будешь прекрасным. Мне туда мысль пришла пару дней назад, что вот те браки, которые делаются на небесах, не вообще любые браки, встретились два молодых человека, а те, которые на небесах делаются, это как пазл. То есть каждый человек, он пазл какой-то большой картине. И вот когда два пазла являются маленькими элементами какой-то большой картины, они вот так вот раз сошлись, друг с другом просто соединяются, они так вот вошли во все отверстия, и вот эта семья, она просто вообще непробиваемая. У нее такая потенциал колоссальный. это сила. Да, это очень большая сила. Еще одна, наверное, важная штука, это адаптация. Адаптация, которая начинается с первого дня буквально, адаптация к новым условиям жизни, к новому всего. Я вот когда по Америке путешествовал немножко вместе с вами и узнавал про разные вещи, я думаю так, ну, это нормально, к этому я могу, к этому я могу, а вот это вообще. То есть пару вещей стали для меня просто, ну, а как это можно? Я такого не могу никак вот со мной не соотнести. И это тоже разное у разных векторов, и есть люди, которые почти ко всему готовы адаптироваться, а есть те, которые не ко всему. Но если говорить про инструмент, то у каждого вектора есть некие приемы и возможности адаптироваться лучше. Даже ситуация очень стрессовая, даже если все идет не так, вот некая устойчивость к удару, так называется, способность держать удар. Она чисто инструментальная, то есть даже для того, кто подвисает в ситуации, если есть неудача за неудачей, снова и снова, есть способы вывести себя в стабильное состояние и двигаться вперед и снова начинать что-то. То есть так вот избежать неких депрессий можно, понимая свои особенности и зная, что нужно сделать в какой ситуации. Это моя работа, то есть я занимаюсь индивидуально часто, даже через интернет с теми, кто там, да, переехал жить в Америку, в Европу. Это работа по пониманию и использованию своих возможностей сильных сторон. И обычно это достаточно короткая работа, то есть это не психотерапия на месяц, это так, одна, две, три консультации и человек понимает, так, вот в этом состоянии я делаю это, это, в этом состоянии это, все, я снова звоню, там, не знаю, по поводу работы и устраиваюсь, понимая, что мои 18 неудачи были поэтому, а 19 будет даже с неудачей, то я знаю для чего. Но это как бы повод для сугубо индивидуальной консультации или это как бы просвещение на уровне вот того, что я сейчас всем расскажу? На уровне того, что мы там, я сейчас расскажу, на уровне чтения книги вдумчивого, да, тесты чтения книги, ну, наверное, есть чему здесь научиться, то, что я вот сейчас в это, в нашем коротком виде не вложу, какие-то мои знания, я просто на эту тему не очень думал специально, поэтому я сейчас так вот какие-то мысли хватаю, а если это вложить в целостную систему, ну, там, наверное, появится какое-то количество материала, обучающего, как можно это научить. Ну, хорошо, а если, допустим, вот я вас слушаю, у меня, конечно, возникает много вопросов, более глубоких, и на каждую вот фразу, которую произносит, возникает вопрос, а конкретно, а как, и, конечно, в рамках вот такого короткой нашей беседы мы не можем это все охватить. Вопрос вот такой, я не знаю, как отреагирует наша аудитория, да, у меня, во всяком случае, возникает такой вопрос, вот, допустим, если будет людям интересно, да, я понимаю, что, как бы, это не то, чем вы занимаетесь постоянно, я имею в виду вопрос, связанный с иммиграцией, да, тренинги какие-то, то есть у вас свои тренинги, если людям будет интересно, то каких усилий, да, будет требовать это с вашей стороны, что можно им предложить, учитывая, что это какая-то экстра работа для вас, то есть, понятно, что она уже не может быть неоплачиваемой, и понятно, что платежеспособность сегодня у наших зрителей падает, да, вот, то есть, что можно сделать в такой комбинации, чтобы, с одной стороны, людям помочь, а с другой стороны, чтобы это не было глум вам, и не было очень обременительный, то есть, вот некоторые, какой можно предложить формат этого всего? Ну, надо подумать, сходу я так не готов ответить, так, если на вскидку, с одной стороны, это может быть какой-то, не знаю, двухчасовой вебинар, ну, совсем экономичный, где я просто расскажу про разные векторы, и применительно, ну, к разным моментам, этапам миграции, про сильные, слабые стороны, что можно в этом месте, на что посмотреть, и, чтобы было понятно, что можно подвигать, но это вот такой обзор, с одной стороны, подробный, с другой стороны, ну, это информация, два часа не научишь человека делать что-то, а так, в принципе, если бы эта тема была востребована, действительно, я хочу научиться, люди хотят, не просто послушать, я хочу научиться, у меня есть конкретная задача, вот я в течение, там, года, или двух, или трех, хочу настолько психологически себя подготовить к этому процессу, чтобы я знал, что все, что я мог в этой сфере взять, в плане психологии, все, что я мог из моих потенциалов понять и поднять, я это все сделал, то, что я мог сделать в плане потенциалов, там, моей жены и тех, кто самоедет, тоже, чтобы это все слилось в единое, да, то я это все сделал, это тренинг, то есть, это не на два часа занятия, это тренинг, это... Я уже, а такой тренинг прошла, мне тоже это интересно. я тоже, но я сейчас на ходу фантазирую, И я бы его прошел, интересно было в то время, когда я собирался эмигрировать, мне, возможно, не хватило. Это тренинг, это там сколько-то занятий, но это вот практика, это обучение, это отработка чего-то, ну да. У меня есть опыт ведения отдельных людей по этому пути, когда человек ко мне обращает, говорит, ну вот я понимаю, что надо, значит, у меня ситуация такая дома, в семье, профессия что-то так не очень, денег не то, чтобы, жена хочет, но вроде непонятно как, и все, да, такая база, портфель, как с этим портфелем. Ну, хочу работать, вот верю в успех. Ну, у нас таких вопросов очень много, я не знаю, наши зрители вообще осознают это или нет, что в основном те вопросы, почему длинные вопросы на 10 страниц, они все пишут об одном и том же, у меня такая-то профессия, уже такая-то профессия, посоветуйте, что мне делать, хочу в Америку, посоветуйте, что делать. Ну, это… Ну, да, я тебя посоветую сейчас, да, да, я тебя сейчас посоветую. Можно сразу, да? Да, если это всем сразу, конечно. Значит, не важно, какая, то есть, важно, какая у вас профессия, нельзя говорить «неважно», все важно. Это все имеет значение, какая профессия, имеет значение, там, хочет ли ехать или сильно сопротивляется партнер, ну, это все имеет значение, все это важно, и каждая из этих проблем, она имеет свой вес, и я понимаю, что для конкретного человека это большая тярость все это решать. Но, если вы решаете, что это ваша цель, если вы решаете, что вы готовы сейчас вот начать собирать все внутренние собственные ресурсы, чтобы все эти задачи потихонечку решать гармоничным путем, не заковать жену в наручнике, сказать «все, ты едешь», да, Бородиновский сказал, не отправить всех родственников в сад, что «все, я с вами разрываю», нет, все гармонично сделать, все можно, все можно. И, да, профессия влияет на возможность трудоустройства, но посмотрите, сколько людей с прекрасными профессиями, и они не могут устраиваться, а сколько людей, которые, ну, смотришь, думают «господи, да, а кем ты будешь работать?» А он устраивается. То есть, есть другие факторы, и поэтому, если есть у вас в профессии или в чем-то другом, ну, скажем, некий там минус по сравнению с кем-то, то вы можете выиграть за счет другого. А это другое, это ваш контакт с собой, это ваше понимание своих сильных сторон, это умение их использовать, это круче, чем профессия, это круче, чем все. Это человек, который появляется на собеседовании, и он всем с вами говорит, что «ну, неважно, подхожу я вам по этому, поэтому я ценность». Абсолютно, да. Во-вторых меня ввозь, да? Да, это внутреннее состояние, да, конечно. Да, да, вот это состояние, когда я просто ценность, и, ну, к сожалению, в Советском Союзе и в России этого мало давали и дают детям, что ты просто ценность. Вот, вот это я хотела сказать, здесь, в Америке, с самого начала, с новой начальной школы детям это внушают, и если даже вот у детей какие-то физические дефекты, физические недостатки, им говорят, все равно ты ценность. Тебе совершенно наплевать, что другие люди об этом думают, ты сам по себе ценность. Это вот большая разница, да. Это да, но коли мы все уже не дети, то вот мы уже можем эти вещи делать сами. Поэтому вот это всегда у вас в руках, что бы ни было. Вы ценность, вы знаете цель, вы знаете, как двигаться, и, так, так, чуть-чуть отсылаясь к тому, что мы говорили с вами в прошлые разы про управление, будущее управление событиями. Если вы знаете, что в любой ситуации какие-то инструменты ваши внутренние всегда у вас в руках, вы в выигрыше всегда. То есть вы всегда на шаг впереди, чем тот, у кого есть прекрасная профессия и что-то еще, да. Он провалится, не будет знать, что делать. Вы провалите, будете знать, что делать. Поэтому я вот очень верю в этот процесс, и, да, это вещи могут быть конкретные. Поэтому вот сейчас я так представляю некий тренинг, который разбирает весь путь эмиграции, да, от принятия решения, что да, все, это мое, начало движения, там, грин-карта, не грин-карта, тоже же мир откликается на наше состояние. Вообще, сейчас вы пообещаете, что они все грин-карты выиграют. Нет, никого вообще. Тогда будет половник сейчас. Опыт три тысячи человек, можно что-то обещать. Когда опыт, там, три человека именно с этой задачей, то сложно обещать, но это вероятностная вещь, поэтому нет. Но те люди, которых я ввел в этом процессе, ввел индивидуально, они получили все, что нужно и вовремя, и как-то так, но им должно было повезти в этом месте. Ну хорошо, а с точки зрения, например, наполняемости, то есть для вас экономическую цель, потому что мы не говорим пока о цене и что-то, чтобы это было… экономически целесообразно, например, сделать сначала, как на первом этапе, двухчасовую лекцию, какое минимальное количество людей, ради которого вы бы стали думать о том, чтобы провести двухчасовой семинар? Ну, тридцать, сорок, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят человек. Пятьдесят человек. Ну, вы знаете что? Смотрите, мы можем сделать что? У вас же есть свой вот этот вот website8.ru, у вас есть свой вот сайт, да, где вы говорите, какие будут семинары. Да, я могу там создать такой вот вебинар. Но не ставьте дату никакую. Не ставьте дату. Ставить не буду. Но надо поставить счетчик, надо поставить счетчик, сколько людей заинтересовались, да? И если наберется критическая масса, то тогда объявится дата. А если не соберется, ну, иначе не соберется. Ну, это действительно должно быть экономичное такое. То есть это вот не в плане того, чтобы я сильно заработал денег, ну, просто потому что у меня нет этого материала, ну, готового, его нужно структурировать, как-то создать систему какие-нибудь там картинки. Ну, чтобы это было целесообразно, да. Да, да, вот это можно сделать. А если к этому будет действительно интерес, и люди почувствуют, что да, эти знания, они применимы, ну, вот у меня они применимы в практике у моих клиентов, ну, там можно будет думать именно о тренинге, который ведет вот по всем этим этапам с вещами, что сделать, а как с этим быть, а как с этим быть. И такой многоэтапный может быть и про и сам отъезд, и все эти подачи документов и прочее. Ну, и вторая часть уже, да, когда ты приехал, про адаптацию, про поиск работы, вот те вещи, которые важны уже на месте. Ну, на самом деле, очень интересно. Если вы меня возьмете в партнерство, то я тоже стою поучаствую, потому что… Ну, класс, будь здоров какой, да. Да, да, потому что действительно очень… это, понимаете, как, это не эстафета, а это марафон. И в этом смысле совершенно другие качества, потому что одни спортсмены бегут эстафету, да, пробежал сто метров и все, а другие бегут днями и ночами и сутками и месяцами, да. Это немножко разные нужны для этого качества. То есть вот это вот понимание тоже очень важно. Я с удовольствием, мне это на самом деле, ей очень нравится. Еще одна мысль у меня про детей появилась, потому что разные детки же тоже по-разному адаптируются к переезду. Ну, понятно, если ребенку там полтора-два года его перевезли, он из одной кроватки в другой приехал. Дети, которые постарше, которым там уже, ну, скажем, школьного возраста и подростки, тоже же очень по-разному и им можно помочь адаптироваться в новой ситуации в зависимости от векторов и в зависимости от возраста. Я тут имею что сказать, я вам лучше скажу, что, конечно, любой человек в любом возрасте, у него есть какой-то начальный стресс. Но что облегчает подросткам адаптацию, самый тяжелый возраст, это уже, наверное, подростковый возраст, 12-16, вот так вот. Но чем это облегчено именно в нашей калифорнийской действительности, тем, что все-таки есть достаточно много молодых людей русскоязычных. И вот наличие людей, которые с тобой говорят на одном языке, оно очень сильно сглаживает, потому что, когда человек остается, вот есть же штаты, где очень мало русскоязычных, там это Middle America, там совсем другое отношение к эмигрантам, ко всем, то есть там это все значительно сложнее, там, наверное, действительно эти психологические проблемы всплывают более сильно. Здесь у нас они более сглажены, потому что у детей проблемы языка решаются быстро, в особенности, чем они моложе, проходят две недели, они уже чирикают там во всем. Которые дети более постарше, да, а у них, наверное, есть какие-то языковые проблемы, но все равно очень много саппорта в школе и при наличии каких-то друзей, с которыми ты находишь общий язык, но это очень важно, чтобы была среда какая-то, да, еще в полной изоляции. Американцы ведь тоже, вот нас все спрашивают, как вы там дружите с американами, но никак не дружим. Дело в том, что разные миры, то есть для того, чтобы дружить, нужна какая-то почва, да, нужны общие взгляды на жизнь, нужны какие-то общие интересы. Но если у нас возникают какие-то общие интересы по какой-то теме, да, то есть, допустим, в России у нас были интересы не по теме, а по жизни, это немножко шире, а здесь возникает интерес по какой-то теме, мы можем пообщаться по какой-то теме, а дальше выход за поделом темы уже неинтересно, не к своей жизни назвать. Вот, поэтому детям очень важно, чтобы были вот такие дети рядом, и я смотрю на Фейсбуке, очень много пишут, вот мы собираемся приезжать, да, а где вы живете, дети вот такого возраста, да, чтобы жить в одном доме. И это, кстати, очень здорово помогает. Что-то я хотела еще сказать, вот что, когда вы к нам приезжали, мы сделали группу управления событиями жизни на Фейсбуке, и там было не очень много людей, я вывешиваю это на периодически свои видео и наши с вами видео, я смотрю, что члены этой группы просматривают, но я сделала ее вначале закрыть, потому что я думала, что там люди будут делиться чем-то интимным, и не хотелось бы делать это доступным всему миру, да, но жизнь показывает, что как бы там народ ничего кроме меня, никто кроме меня этого не пишет, они только смотрят все, вот, я еще сделала паблик, и это могла бы быть очень такая неплохая площадка для обсуждения каких-то вещей, я это видео тоже туда повешу, неплохая площадка тоже, потому что у Ютюба там очень сложно что-то найти, там все в определенной последовательности, здесь если новое сообщение, оно сразу наверх идет, то здесь немножко более такой удобный инструмент для того, чтобы вести дискуссии, скажем так. Поэтому я хочу сказать всем, кто нас слушает, что у нас есть группа на Фейсбуке, которая называется «Управление событиями своей жизни», и она сейчас открыта, и каждый может туда вступить, да, и мы с вами, да, вместе будем поддерживать это все и насыщать эту с энергией. Да, вы меня немножко пинаете, потому что, да, мне надо в этом месте пинать, много разных направлений, сейчас много проектов, и я иногда забываю, что надо появляться, участвовать. Да, да, я понимаю, конечно. Ну, я буду, буду, буду. Да, 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 жизнь не отключу, конечно, но хорошо. Ну, у нас есть еще какие-то темы, или мы уже так немножко поговорили, да, не знаю, создали ощущение людям, что мы ответили на какие-то их вопросы, или, наверное, у них еще больше вопросов. Ну, главное вопрос, да, могу ли я, я говорю, да, да, А что для этого нужно, вот, собрать, по моей части, то, что, да, психологические вещи, которые вы можете использовать. Все, это просто можно. Я бы даже сказала, знаете, как не собрать, а немножко разобраться в себе. Дело в том, что не все люди склонны копаться в себе, для этого тоже нужен определенный набор векторов, чтобы им хотелось это делать. Но если, у нас много, у нас есть аудитория, которая любит копаться в себе, да. То есть я бы им советовала, опять же, почитать книжку для начала, как стартовый поинт, потому что, если они просто возьмут тест, ничего понятного не будет. Вот. Она озвучит книжку. Мы все время говорим, книжка, книжка, да. Книжка называется «Психология ваших отверстий». Это моя первая. Да. И вот она есть. Я уже всем даю линки к ней. Но вот на вашем сайте, как раз вот это Psy8.ru, она лежит в свободном доступе. Ее, в принципе, можно скачать и посмотреть, и почитать. И тогда уже становится более понятно, вот эти вектора, которые у меня в высшем процентном отношении, да, что с этим делать. Как они влияют. Да. Как они влияют. То есть это как первый шаг, да? Ну хорошо, Михаил, я благодарю вас очень за участие. Я понимаю вашу занятость. Вот. И понимаю, что у вас уже поздно и нужно бежать домой. Да, да, да. Спасибо вам, что пригласили. Давайте дальше посмотрим. Если будет интерес к теме в какую-то сторону, мы можем сделать еще коротенькое видео на какое-то направление. То есть пойдем мы за потоком, за интересом. Да, за вопросами. Вот это то, что я тоже все время прошу, давайте интересные вопросы, потому что они будоражат наше воображение. Я любил, как человек, который бережет свое время, я любил лаконичные вопросы. То есть когда вопрос на две страницы, у меня даже нет сил его прочитать. Ну, мы читаем. Мы читаем. Весь там есть какой-то. Я абсолютно с уважением к вам и вашим зрителям, и все же я не читаю такие длинные вопросы, потому что тогда получается, что кого-то другого не прочитает и так далее. На консультации, да, разбираем мы большие длинные темы, а так вот на видео, на вебинар может быть четкий, короткий вопрос. Понятно, да. Тогда ему проще дать четкий, понятный и интересный многим ответ. А чем вопрос длиннее, тем ответ получается для этого человека. Тогда это надо ненавидеть делать. Ну да, да. Вот в том-то и дело, что у нас тоже очень много однотипных вопросов. Значит, друзья, кто нас смотрит, идите вот на веб-сайт Михаила, вот его на экране виден. Там будет в разделе вебинаров стоять со открытой датой какой-то вебинар. Если кому-то интересно, можете зарегистрироваться и дальше Михаил посмотрит. Если будет критическая масса достигнута и ему будет иметь смысл тратить свое время на это, то тогда состоится вот такой семинар. Да? Да. Давайте сразу придумаем название, чтобы понятно, куда люди пойдут. Как вам? Психологические аспекты иммиграции. Очень классно. Или иммиграция и вектора. Whatever. На всяком случае понятно, что два ключевых слова и иммиграция и вектора. Вектора. Да, да. Ну хорошо. Найдут тогда это. Найдут, конечно. Кто ищет, тот ищет, тот ищет искать, тот обязательно найдет. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо еще раз. До встречи. Все, до встречи. Пока.